Всем привет, меня зовут Александр, этот скринкаст записан в Подгорице в самом сердце Черногории. Я являюсь техническим специалистом подкаста Marmelad и для обработки записей подкастов я пользуюсь программой Audacity. В этой видеоинструкции я расскажу о визуализации звука и о том, как пользоваться средствами визуализации для исправления различных дефектов аудиозаписей. Эта видеоинструкция была создана специально для творческого задания курса Introduction to Music Production на курсе серии. Итак, открываем Audacity. Специально для этого случая мною был подготовлен аудиофайл со звуковыми дефектами, на которые я бы хотел обратить внимание. Я расскажу, как их можно увидеть с помощью средств визуализации звука, осциллоскопа, графика спектра и спектрограммы или сонограммы, а также, как исправить эти дефекты. По умолчанию, окно программы выполняет функцию осциллоскопа, то есть отображает аудиодорожку в виде графика сигнала. Можно даже увеличить масштаб, чтобы убедиться в этом, увидев отдельные отчеты. По горизонтали у нас идет время в секундах, по вертикали амплитуда сигнала в данный момент времени. Вот, соответственно, отчеты в каждый момент времени. Однако, этот режим программы редко бывает полезен. Гораздо более интересно представление аудиодорожки в виде спектрограммы или сонограммы. По горизонтальной оси мы имеем опять же время в секундах. По вертикали частота сигнала здесь в диапазоне от 0 до 8 кГц. Интенсивность или амплитуда отдельных частот отображается с помощью цвета. Серый означает отсутствие данной частоты в сигнале. Далее, по усилению амплитуды следует голубой, розовый, красный и белый, самый интенсивный. Спектрограмма имеет значительное преимущество по сравнению с графиком сигнала, с простым графиком. Здесь вы видите, что происходит со звуком и как он эволюционирует со временем. При должном опыте вы можете буквально видеть отдельные звуки и дефекты аудиозаписи. Возьмем, к примеру, участок, в котором ведущая произносит «ла». На спектрограмме вы видите множество интенсивных гармоник белого цвета. И сам звук выглядит довольно красиво. С этим звуком все нормально. Теперь возьмем соседний звук, вот этот. Он длится примерно полсекунды, его частотный состав более равномерен. В нем нет ярко выделяющихся частот. Послушаем. Действительно, это шум дыхания, точнее вздоха. Его можно вырезать. Так, вырезали. Помимо шумов, можно вырезать из аудиозаписи также и дефекты речи. Вроде эконья и аконья. Вот, например. Данный отрезок звучит около полусекунды и, как видно на спектрограмме, содержит гармоники человеческого голоса, которые со временем не изменяются. Это можно удалить. При наличии определенного опыта, вы можете научиться автоматически определять такие проблемные зоны, а также и более сложные звуковые паттерны. Гласные, шипящие, свистящие и даже отдельные небольшие слова. Иногда в аудиодорожке может встречаться шум непонятной природы, который, тем не менее, имеет постоянную частотную составляющую. Послушайте этот пример. Что-либо. Можно бесконечно. Ну, тут понятно, что... Не очень приятный звуковой эффект. Похож на кремучую змею. Заранее идентифицировать эту проблему можно по двум параллельным полоскам в спектрограмме. Давайте определим, какую частоту они имеют. Для этого выделяем интересующий отрезок, выбираем анализ, построить график спектра. Здесь мы видим два четких пика. 1800 Гц и 5233 Гц. Давайте теперь попробуем выкусить эти частоты с помощью инструмента Notch Filter, который по-русски называется полосно-заграждающий фильтр или режекторный фильтр. Выделили интересующий интервал. 1800 Гц выкусили. И сколько там было? 5233. Также выкусили. Теперь данный участок звучит гораздо более качественно. Улучшать что-либо можно бесконечно. Ну, тут понятно, что... Ну, все равно дефект есть, но он значительно компенсировался. Так, теперь рассмотрим такой случай. Иногда после правки аудиодорожки, после вырезания отдельных частей, у вас могут появиться вот такие переходные эффекты. Звучит он тихо, но тем не менее, здесь есть такой небольшой щелчок. И это можно видеть на спектрограмме, как полосу, который... такой микрозвук, который имеет все частоты в себе. Исправить данную ситуацию, то есть устранить щелчок, можно с помощью инструмента эффекты восстановить. Для этого, опять же, переключаемся в режим графика сигнала. Waveform. Так, секунду. Waveform. Смотрим, где происходит удар вот на этих сэмплах. Выделяем их и выбираем эффекты восстановить. Вот, график преобразуется в такую гладкую кривую, без удара уже. Ну, и это подтверждается устранением данного щелчка, который у нас был. Вот. Вот так можно использовать средства визуализации программы Audacity в практической работе со звуком. Наверняка им можно найти еще не одно применение, а главная практика. Пробуйте, у вас все получится. Продолжение следует.